Музыка Указатель на столбе, парковка только для конных экипажей, может исчезнуть отсюда в любой момент. А вот гранитные ванны, поилки для лошадей, вряд ли, они тут уже 160 лет. С тех пор, как в городе появился центральный парк, эта сторона 59-й улицы принадлежит извозчикам и их четвероногим коллегам по бизнесу. Защитники животных и мэр города считают этот бизнес позорной эксплуатацией животных. Верховный суд Манхэттена поддержал решение городских властей о переносе гужевого транспорта внутрь парка. Но не так-то просто сдвинуть их отсюда. Суды в Америке – процесс небыстрый. Мы тоже подали испротив города. Мы настаиваем на том, что нельзя отправлять лошадей на стоянку туда, где им будет плохо. Городской совет не выслушал наше мнение. Зато они поддерживают постоянную связь с группами по защите животных, которые спонсировали избирательную кампанию мэра. Мы надеемся на апелляционный суд, не связанный с нью-йоркскими политиками. Кристина, кандидат исторических наук с диссертацией «Роль лошади в французской истории» теперь защищает будущее конных экипажей современной истории Нью-Йорка. Их блестящее прошлое и комфортное настоящее у ее коллег не вызывает сомнений. В Нью-Йорке официальный отпуск там 2-3 недели максимум, а у лошадей 5 недель. Мы их отправляем туда на ферму, в Пенсильванию или Апстейт, и они там как бы гуляют в полях, щиплет траву. Наталья Кабанова – дипломированный инженер и лицензированный извозчик. Да, вот коня у Натальи зовут Роджер Рокет. Знаете почему? Потому что раньше он был беговым скакуном и выступал на скачках, а теперь вот катает людей по Централ-парку. Кстати, почувствовать себя жителем Нью-Йорка 19 века развлечение явно не из дешевых. Короткая 20-минутная поездка обойдется в 54 доллара. Длинный круг – больше 100. Но туристам нравится. Им лучше быть здесь, чем переносить место посадки пассажиров внутрь парка. Если бы мы не увидели их здесь, нам бы и не пришла в голову идея прокатиться в экипаже. Я думаю, это очень плохая идея, потому что это часть городского пейзажа Нью-Йорка. Среди сторонников ликвидации каретного бизнеса – сами нью-йоркцы. Водители, которым вечно не хватает парковочных мест, и местные жители, которым плохо пахнет. Запах сельской местности диссонирует с рекордными ценами на апартаменты в этом районе. Это место как рекламный щит, и люди, особенно вечером, не пойдут искать нас в парке. И это ударит по бизнесу. Во-вторых, там, где нас хотят разместить, нет тротуара. А лошади приучены стоять именно у пешеходной дорожки. Опять же, детям будет сложно просто подойти и покормить лошадку морковкой. По планам мэрии, фаэтоны на конной тяге должны заменить электрические кабриолеты. Их тут пока никто не видел, зато недавно появился старенький Ford 1929 года выпуска. Конкурент гужевого транспорта с бензиновым двигателем тоже создает историческую атмосферу. КОНЕЦ